Мишка! Миша, привет! Привет, зрители! У нас утро. Утро 1 сентября. Лиза уже ушла в школу. Катюшка у нас дома. Она во второй смене теперь учится. Так что теперь по утрам у меня будет Катя. По вечерам у меня будет Лиза. И, вы знаете, я тут посчитала, они почти не будут пересекаться и меньше будут ссориться. Так что во второй смене есть плюс. Еще Катя мне помогает. Мы тут с Катей уже поподметали. Точнее, она свое подмела. А я подмела только кухню. И не подмела еще комнату. По одной простой причине я отмывала скотч. И я теперь могу вам ответственно заявить, что отмывать скотч нужно не стирательной резинкой, как это написано было в Яндексе, а ацетоном. Надышалась ацетона, но зато скотч я отмыла. Сейчас я буду везде все выметать. Да заправлю кровать. Следов скотча нету. И если вы еще этого не делали, ни в коем случае не разрешайте клеить скотч куда бы то ни было. Он столько следов оставляет. Тут даже еще немножечко, наверное, осталось. Нет, вроде нормально. Вроде не осталось. Еще мне нужно убрать стол. А еще я решила, что делать с этими полками. Вот эти три косметическо-расчесывательные полки. А вот на те три нижние мы поставим игры из шкафа. Игры сюда в коробках. И в шкаф уберем то, что вещи там будут. Здесь тоже я поставлю книги и игры. А все остальное просто уберу, потому что иначе это постоянный бардак. А, ну еще ручку надо будет оставить на полке рядом с играми. Вот. Здесь Лизок тоже ничего не убрала. Я ее просила под подушку складывать. Она даже подушки не положила. Футболку я вообще на полу подняла. Так. Футболку надо убрать. Это надо выбрать. Здесь еще какие-то семена. Лизавета. Это Лизавета. Она всегда так. Так. Это от стула. Это расческа. Это у нас какие-то книги. В общем, у нас сегодня смеши уборка и еще поход к логопеду, да, Кольге Петровне. У нас должен был быть в 10 утра. Но в 10 утра у нас отменилось и будет позже. Да. Катя теперь не будет еще к логопеду. И это грустно. Ну, потому что у меня время. Учеба, да. Все. Помощь маме пошла по минимуму. У Кати теперь будет выходными в воскресенье и понедельник, а у Лизы суббота и воскресенье. Я надеюсь, вы за неделю будете друг по другу скучать и будете хорошо общаться. Да. Я девчонкам предложила клип снять. Они что-то как-то не говорят с желанием. Желанием снять может и горят, а вот желанием музыку записать не горят. Я не умею петь. Умеешь. У тебя к концу вчера уже хорошо получалось. Давай еще потренируемся сейчас. Пока время есть. Ну да? Попоем. Да, Мишик? Будем с Катей петь? Ну а я тут хожу с помытой головой недавно. И, соответственно, надо глазки накрасить, чтобы же я могла вам себя показывать. Катя пришла с гитарой. Сейчас у нас с вами будет не вечер с гитарой, знаете, как обычно бывает, а утро с гитарой. Вечер у меня не получится. Вечер, да. Вечер у Кати теперь. Вечером вы ее видеть не будете. Она теперь будет учиться часа до семи. Вот. Что, пахнет плохо? Нет. Паук. О господи, откуда паук-то на твоей гитаре? Не знаю. Вчера я играла на гитаре, уже откуда-то приполз паук. Частный дом? Это капец вот с этими пауками. С одной стороны, пауки это хорошо. Они будут ловить насекомых других. Но с другой стороны, пауки нам не нравятся. Приходится ловить пауков. Каждый день. Так, давай, доставай уже гитару, пока я тут крашусь. Лизаветка забрала свою розу. Сама заплела косу. Договорились с ней, что она будет тренироваться заплетаться сама. Потому что она не хочет, чтобы я ее заплетала. Кстати, Катя, мне тебя заплести надо. Она не хочет, чтобы я ее заплетала. Она хочет сама. Я говорю, ну, если ты хочешь сама, заплетайся так, чтобы мне было не стыдно тебя в школу отправить. Тренируйся. Вот. И, в общем, она решила тренироваться. Может быть, она потом каким-нибудь популярным визажистом будет. Тоже неплохо. Нет, визажист это же косметика. Парикмахер. Парикмахер звучит не гордо. Но у нее явно есть тяга к волосам. А ей хочется чего-то это. Может быть, будет какие-то прически изобретать. Так, я тут глазки крашу. В общем, сейчас накрашу глазки и вернусь. А то я не могу болтать и красить глаза. Давай, жги. Ну, мы тебя слушаем. Ладно, ее надо слушать из-под чешка, пока она не видит. А я пока кровать заправлю. Это что? Там не было ничего. Ну, я верю, что ты мне ящерицу не складывала. Она плавает там. Она там живая и плавает. Давай ее выплеснем. В траву, да. Вот это на тебе. Ага. Попила мамочку. Мишка. Привет. Привет. Любые цветы на срезку выращиваются определенным способом. Ну, что ты. То же самое касается Георгина. В Георгинах вообще... Спасибо вам прохем! В-у-у-у! Мы ей-ну-у! У-у-у! 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 У-у! У-у! У-у-у! У-у-у! У-у! У-у! У-у-у! У-у. Давай, показывайся. Только зря ты встала, я тебя хотела заснять. Причёвку покажи. Кривовато я сделала немножечко смещённую на бок. Но равномерно смещённую на бок. В общем, Катя у нас красивая и заплетённая. А Мишка опять мучает котёнка. Миша, у тебя котята будут скоро убегать. Далеко и надолго. Ну, а мы тут песенку репетируем. В общем, песенку мы вам, как репетируем, показывать не будем. Потому что мы хотим снять на неё клип. На крылатые качели. Катя её сыграет, я запишу. Мы все вместе её споём. И снимем, собственно, видеоряд. И тогда вы её услышите. Решили с Катей записывать такие мини-клипы. Да? Что не сделать, чтобы Катя играла на гитаре? Надо теперь ещё Лизу застимулировать, чтобы она на укулеле тоже тренировалась. И будь дуэтом. Миша, тебе не кажется, что ему так неудобно? Как толстый. Не мучай тигру. Коты накормленные мамой с утра. Коты довольные жизнью. И терпят Михаила. Что бы он с ними не делал. Только виляют хвостом. Так, давай искать мы маленькие дети. И учить. Пока ты её выучишь, мы как раз заснимем первый клип. Мишка, не мучай кота. К вам у меня будет небольшая просьба. У вас, постоянно смотрящих нас, есть, думаю, что более 300 человек. И я слышала такую штуку, что говорят, если за 3 часа видео набирает 301 и более просмотр, то оно лучше предлагается Ютубом другим. Так вот, когда мы снимем клип, он будет достаточно интересный. Я думаю, что он вам понравится. У меня большая просьба. Я объявлю премьеру. И я напишу в сообществе заранее, когда мы будем его публиковать. Пожалуйста, посмотрите его в первые 3 часа. Я хочу провести этот эксперимент и понять, действительно, надо ли, чтобы тебя там 300 человек посмотрело или нет. В первые 3 часа. Главное, не в первый день, а в первые 3 часа обязательно. Пожалуйста, поддержите нас. И не пропустите премьеру. Она будет где-то через неделю. Сейчас мы запишем песню, потом мы снимем видеоряд, потом я пока всё отмонтирую. Не меньше недели пройдёт. Но я вас обязательно предупрежу. И напишите мне в комментариях. Возможно, это удобнее сделать в выходной. И, наверное, я буду публиковать утром. Потому что у нас есть зарубежные подписчики. И у них вечер, когда у нас утро, в общем. Или вам удобно, если я вечером публикую, а у вас будет утро. В общем, поддержите обязательно нашу песню. Будем очень благодарны. А у меня тут вовсю кипит каша собачья. По-моему, она уже почти доварилась. Там косточки всякие куриные, остатки куриного мяса. Вот. И каша, собственно. И бульон. А, ещё я сюда спустила эту... Ну, то, что вытопилось из курицы, когда картошка жарилась. Вот. Варю собакам такую вот кашу вкусную. На завтрак сегодня я кушала йогурт. Вот у меня, смотрите, какой хороший йогурт получился. Прямо густой. И я сегодня завтракала йогуртом. Без сахара, без всего. А ещё меня ждут помидорки. Вот здесь помидорки уже подвялились. Вот здесь помидорки. И ещё помидорки есть в теплице. Надо их собрать. Я хочу сварить томатный сок. Томатную пасту я решила не варить. А томатный сок мои... Фу! Расчесывалась. У меня волосы. И не могу его убрать. В общем, томатный сок мои пьют с удовольствием. Во всяком случае, Саша его выдувает. И мне нужно снять сегодня виноград и сделать виноградный сок. Это, наверное, всё, что я сегодня буду делать. Что ты хочешь? Игру? Хочу! А, ты сам? Ну, хорошо. Миша теперь сам на стул лазит. Такой тяжёлый стул, может, не стоит таскать? Может, вот этот вот чёрный? Нет, чёрный нет. Ты упашь с него, думаешь, можешь? А я думаю, нет. Давай я тебя научу. Ну, хорошо, тащи тот. Тут просто тяжёлый. Я тебя уже долго снимаю. Не стесняйся. Всё. Давай, доставай. Он теперь таскает стул и всё достаёт. Давай, спускайся. В 12.30 у нас логопед. Уже Ольга Петровна позвонила. Размочила нам логопеда. Мы с Мишкой собираемся уже к логопеду. Надо собираться. Нам приспичило поесть и попить. Тихо! Миша, ты что сегодня фе роняешь? Миша отмывает свою кружку, а я кушаю йогурт и смотрю в ледину. О, я вам забыла. Мы наконец-то собрались. Пойдём. У нас сегодня 40 градусов. Пойдём, пойдём, пойдём. Маме надо сводить тебя к логопеду. И ещё дела потом поделать. Хоть что-то успеть. Я вот думаю, пешком идти или всё-таки на машине его отвезти? Мишка, пешком идти на машине? Так. У Лаки. У Лаки воды нету. Миша, стой! Сейчас я Кате скажу. Стой на месте! Сейчас Катю попрошу набрать воды. Значит, собаки без воды долго не проживут. А мне уже уходить надо. У нас на нашей улице вчера должны были забрать мусор. А сейчас у нас прямо мусорная проблема. В городе мусор не забирают. Вот уже вторник мусор выставлен и стоит. Вообще капец. Вот так вот это выглядит. Так. Нам сейчас надо перейти дорогу. Пешеходных переходов здесь нет. А дорожка только на противоположной стороне. Представляете? Как неудобно. Решила я все-таки идти пешком. Немножечко жирок просто трясем. И прогуляемся с Мишкой. Сейчас топать аж в центр надо. Капец. Пол дороги пришлось бежать. Но мы, похоже, не опоздали. Хотя на моих часах уже три минуты. Как мы опоздали. Фух. Капец. Как жарко. А вон, отдала Мишульку на занятие. И пока он будет заниматься, я погуляю в парке. Только надо найти лавочку и тенечек. Потому что очень жарко. Я даже не знаю, сколько сейчас градусов. Сейчас узнаем. Алиса, какая температура сейчас в Абинске? Сейчас в Абинске плюс 21. Пасмурно. Почему она все время мне не то говорит? Алиса. Такой сезон. Погода. Капризная дама. Алиса, какая температура сейчас в Абинске? В настоящее время в Абинске плюс 32. Ясно. Вот. Приходится по буквам проговаривать и найти лавочку свободную в Тинке. Так, чтобы никого рядом не было. тут по две лавочки рядом стоят. Вот там, например, есть место, но там рядом люди. Я нашла пустые две лавочки. Хоть валяюсь я на них. Иду там посидеть. Правда, там, конечно, не сильно тенек, но все-таки не пекло 32 градуса. Знаете, что я поняла? Надо было взять с собой ручку и тетрадку. Я совсем на окраину ушла, еще две лавочки нашла. Мне же сценарий надо писать для клипов. Мы, короче, сейчас решили снимать крылатые качели. А я нашла еще как аранжировку на гитаре, песенке, Tones and Die, Dance Monkey. Я учусь петь ее сейчас. Это очень сложно, потому что слуха у меня нет. Все это приходится развивать. То есть у меня какие-то зачатки музыкальные были в детстве, но их никто не развивал. И, собственно, они заглохли. Но я очень хочу научиться петь, и мне нравится петь на английском языке. на английском и на французском. Поэтому буду учить сейчас петь эту песню, а Катюшка будет учиться играть. Там обалденная аранжировка. И мы тоже снимем клип на эту песенку. Главное еще ее выучить. И скинула Катюшке в WhatsApp. Надеюсь, что у нее хватит настроя выучить. Ну, а вы поддержите нас просмотрами. Очень хочется, чтобы эти песенки выстреливали, набирали много просмотров. И Катюшка мечтает себе для кукол и просто кукол коллекционных купить, всяких разных. Но для этого надо зарабатывать достаточно много. Вот. Решили попутно заниматься еще и клипами. Один клип у нас выстрелил. Если вы не знали, я вам расскажу сейчас. 2 миллиона 900 тысяч просмотров с лишним набрал. Почти 3 миллиона уже. И набрал он это буквально за полтора-два месяца. Эти 3 миллиона. И там песня была авторская, поэтому мы дохода с нее не получили. Почти. 100 долларов только. Я потом песню отключила на заднем плане. Ну, как бы испортила клип. И мы дополучили доход. Вот. А сейчас мы хотим полностью, чтобы песенки были нами сыграны, нами спеты. Пусть это будет не сильно профессионально поначалу, но мы сможем получить на этом доход. тем более, что это интересно снимать клипы. И смотреть их тоже интересно. Я с удовольствием смотрю клипы других авторов. Вот как-то так. Сейчас мне предстоит 40 минут на лавочке, в тенечке. Сегодня к 3 часам обещают аж сороковник. Представляете? Вот такой у нас 1 сентября. 40 градусов жары. Самый жаркий день. У нас было 39, 40 еще не было. Как только будет 40, я вам это зафиксирую. Все. Я буду смотреть ролики и отдыхать. У меня 40 минут тишины. Реально тишина. Вот такое вот надо мной деревце. Тихонечко шумит листвой. Класс. Сегодня по идее будем уже записывать с Катей крылатые качели звук. Знаете, иду обратно. Мои 40 минут тишины как-то быстро закончились. Все. Надо сыночку забирать и домой топать. А дома меня ждет море винограда и помидор. Сниму наверное отдельные ролики в стиле рецептов. У меня есть задумка как-то сделать прикольно. Надеюсь вы оцените. Понятно что это не сложно сделать виноградный сок или томатный. но можно прикольно снять красиво для глаза. Сейчас с Мишечком уже обратно занятие. Помните я вам снимала цветочки когда они только зацветали. Сейчас они уже наоборот отцветают и часть и часть цветет сейчас очень красиво. Вот так вот они выглядят прикольно. Миш, тебе нравится? А? Нравится? Не отрывай только. Понюхай. Ой как вкусно пахнет. на улице Зара. Пошли в магазин за водой. Пошли. Мы купили попить. Никак не могу Мишку уговорить чтобы он не вот так бутылку в рот засовывал, а учился пить правильно. Засовывает горлышко бутылки в рот. Ну неудобно же так. Капец как неудобно. И поэтому мы уже полчаса здесь пьем. Не полчаса конечно, но долго. Время. Субтитры сделал DimaTorzok